Спекуляции с криптовалютами, разные виды финансовых пирамид. В современном мире существует огромное количество схем аккумулирования значительного количества денежных средств вкладчиков. И чаще всего на поверку это оказывается мошенничеством. Как не угодить в сети злоумышленников? Попробуем разобраться. Герой нашего сюжета попросил называть его Анатолием. Свою личность мужчина предпочитает не афишировать. Боится огласки, да и просто стыдно перед знакомыми, что оказался жертвой обмана. Впрочем, ситуация, в которую он попал, достаточно распространенная. От одного из друзей Анатолий узнал, что якобы можно неплохо заработать на биткоин-трейдинге. Он указал на одной из торговых площадок свои контакты. С ним связался неизвестный и представился брокером и финансовым аналитиком. Этот человек убедил потерпевшего заключить договор с некой консалтинговой компанией. Анатолий перевел на указанный злоумышленниками электронный кошелек почти 400 тысяч рублей. Я ему передал все данные, он меня убедил, что это очень выгодно. Я ему передал все эти деньги в управление. Прошло какое-то время, потом мне приходит письмо, что биткоин рухнул в одночасье, и что эти средства, которые я передал в управление, их невозможно просто вернуть. Вот такая вот ситуация. Получив письмо, Анатолий понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Недавно аналогичные случаи произошли в Барнауле и Норильске. Местные жители передали мошенникам в общей сложности почти 15 миллионов рублей. Финансовая пирамида – известная схема инвестиционного мошенничества. Участников побуждают вкладывать средства обещаниями высокой доходности. Постоянный приток новых инвесторов обеспечить сложно, поэтому ресурсы пирамиды начинают сокращаться, а финансовые обязательства растут. Закономерный итог – крах структуры и потеря инвесторами вложенных средств. Большинство россиян помнят известную пирамиду начала 90-х, известную как МММ. Мы спросили у эксперта, что делать, если человек уже стал жертвой финансовых махинаций. «Первое, что на перо надо составить претензию и направить организации, куда вы внесли деньги, эту претензию, с заказным письмом, с уведомлением, с отметкой, что вы вручили. Если у вас есть подозрение, что организации попадают под признаки финансовой пирамиды, вот я их называл, они на сайте Центрального банка все перечислены, то вы фактически можете пойти в правоохранительные органы и написать заявление с приложением всех документов». Первое. Обещание высокой гарантированной доходности. Второе. Агрессивная реклама, использование специфических терминов, подделка под лидеров рынка и упоминание известных компаний и брендов в качестве партнеров. Третье. Сокрытие уставных документов и финансовой отчетности. Четвертое. Неспособность компании подтвердить свою деятельность сведениями, куда размещаются средства и где проверить информацию об их размещении. Пятое. Отсутствие лицензии или указания номера чужой лицензии, либо собственной, но выданной на иной вид деятельности, не позволяющей работать с денежными средствами. Шестое. Требуется оплатить вступительный взнос, обучение или участие в семинаре. Каждому участнику предлагают привлечь новых за вознаграждение. И, наконец, седьмое. Привлечение денежных средств с помощью договора займа. Также должно насторожить, если клиент может ознакомиться с договором только в офисе или при личной встрече. Современные финансовые пирамиды действуют, как правило, в интернет-пространстве. Это позволяет охватить огромную аудиторию. Компания нигде не регистрируется, для нее даже не надо открывать банковский счет. Относительно новый вид финансовых пирамид – так называемые фирмы-раздолжители. Они обещают решение проблем с кредиторской задолженностью перед банком за вознаграждение. Но переуступки долга по закону не происходят. И гражданин только теряет деньги. Подробнее о финансовых пирамидах можно прочесть на сайте финграмота 22. А главный совет, который дает большинству экспертов – проявлять бдительность и не принимать импульсивных решений при инвестировании. Сюжет подготовлен телеканалом «Катунь-24» в рамках реализации государственной программы региона «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае».